Мы на ВДНХ когда-то здесь показывали достижения народного хозяйства, а сегодня виртуального. Здесь проходит Калейдоскоп, международный фестиваль VR-проектов, который впервые попал к нам в Украину. Давай посмотрим! 2015 год основания фестиваля Калейдоскоп. 5. На таком количестве континентов прошли ивенты под этой маркой. 8. В таком количестве городов одновременно прошел весенний Калейдоскоп. 10 тысяч. Столько людей посетило фестиваль за время его существования. Во многих мегаполисах Калейдоскоп уже не новость, а ежеквартальное событие, которое всегда кишит новыми проектами от маньяков, в хорошем смысле этого слова, VR-а. У нас же Калейдоскоп скорее первый брин. А вот к умам он вышел или нормальной геометрической формы, решишь сам, когда досмотришь этот репортаж. Калейдоскоп это фестиваль проектов, созданных в виртуальной реальностью. Это могут быть игры, фильмы, какие-то другие опыты, мы это называем контент. Это круто, потому что фестиваль начал свою жизнь в Сан-Франциско, стал международным, одновременно проходит в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, в Лос-Анджелесе. И вот добрался он до Киева. Мы стали амбассадором фестиваля в Украине. Мы это лаборатория виртуальной дополненной реальности, Сенсорама. Проводим его впервые, достаточно в небольшом количестве, для того, чтобы почувствовать и дать возможность другим людям понять, что такое виртуальная реальность. Для этого на калейдоскопе обустроили целую демо-площадку, где каждый желающий мог примерить на себя VR-гарнитуру и погрузиться в другой мир. Красочный, странный, а местами даже пугающий. Мы тоже не смогли отказать себе в удовольствии. Коты выглядят, как какие-то монстры. Детей такое напугает. Проекты, которые были представлены на фестивалях Sundance и SSW, то есть есть проекты от Google, есть проекты от студии Wizzin. Различные экспириенсы есть и под HTC Vive, есть и под Oculus, и под QRVR. Почему мы решили привезти калейдоскоп? Это чтобы ребята могли посмотреть крутые проекты, вдохновиться и работать над еще круче вещами вот здесь, в Украине. Желающих послать серую обыденность с глаз долой на калейдоскопе оказалось немало. Чтобы добраться к каждому такому телепорту в Вирт, приходилось выстаивать очередь из 60 человек, как в старые добрые. Ну а если пропустил свою, вперед на исходную, до драки, увы, не доходило. Это то место, где пересекается виртуальная реальность и суровые реалии. А вот украинские проекты на калейдоскопе хоть и были представлены, но пока что только на словах. Украинские проекты были сегодня как спикерами, то есть ребята рассказали о своем опыте, как, что создается. Из, как бы представлены здесь, это вот фотограмметрия, которую мы совместно там с Федором Бойцовым, Pixelated Reality, создаем для проекта Shirob 360. Одинокой сироткой, без родных и близких, если не считать ребят из сенсорамы, забился в угол демоплощадки, единственный представленный на калейдоскопе украинский VR-продукт. Но на самом деле, по интересности, он не уступал зарубежным проектам. Чернобыль 360 уже продемонстрировали на фестивале ЦБИТ в Берлине и на Лос-Анджелесском VR-фесте. Украинские разработчики с помощью фотограмметрии запечатлели историческое событие, когда в конце прошлого года защитная арка наехала на четвертый блок реактора. Теперь и в ближайшие сто лет внутренности трагического энергоблока можно будет увидеть только в виртуальной реальности. Один квадратный километр можно обойти, посмотреть с любой точки. Это не просто 360 видео, которое статическое, снято с определенной точки, а это полноценная 3D-копия со всеми ракурсами, с фототекстурами. Существует мнение, что мы будем погружаться в виртуальную реальность и без очков, то есть что абсолютно возможно, я думаю, в ближайшие лет 10-20 может. Будут ли это очки, будут ли это линзы, или будет ли это таблетка, условно говоря, или просто штекер, включаешься в мозг, там всегда будет место для культуры и нашей цели-миссии эту культуру привести непосредственно в эту метавселенную, которая сейчас формируется. Но почему в Украине подобные проекты все еще скорее исключение из правил, чем закономерность? В этом вопросе мнения резидентов Калейдоскопа разделились. Организаторы фестиваля видят проблему известно в чем. Ну, на самом деле, еще не хватает, конечно, крутых проектов, больших крутых проектов. Почему? Ну, это, в принципе, наверное, очень много связано как бы с поддержкой здесь в стране IT-проектов. Почему у нас не поддерживают IT-проекты? Ну, потому что, не знаю, IT-проекты, если поддерживать, как бы, это сразу же опасность некая для IT-проектов здесь в Украине, да, и многие любят вообще как-то работать тихо, не показывая, чем они занимаются, да, до тех пор, пока как бы не придет там крупный инвестор, не купит проект, и тогда уже как бы все узнают о том, что вот здесь разрабатывали такую-то штуку. Вот из-за того, что нет этой экосистемы, да, то это как бы есть проблема. Сами же разработчики, кроме отсутствия финансовой поддержки и неразвитой экосистемы, видят и другие причины, почему VR у нас все еще экзотика. Есть момент, что такие разработчики обычно делают то, что можно там продать, или, например, они делают то, что можно делать для кого-то еще. Обычно это аутсорс-компания, которая работает на европейские компании, которые у нас просто специалисты достаточно высокого уровня, они делают дешевле, ну, не хуже по качеству, чем делают, например, европейцы. Дело в том, что на свое творчество, на разработку VR-а у этих людей обычно не хватает времени. Но есть и те, кто называют виртуальную реальность мертворожденной отраслью, а значит таковой, которая будет обречена остаться узкоприменимой или того хуже, повторить судьбу динозавров. Но хочется верить, что они ошибаются, и калейдоскоп хоть и небольшой, но все же тому доказательство. Я бы не сказал, что виртуальная реальность — это вот бессмысленная вещь. Виртуальная реальность, она займет как бы свою нишу, там, если как телевидение или как там кино, ну и следующая появится дополненная реальность, которая будет более широкой, да, виртуальная реальность займет свою часть, дополненная реальность, да, она, скорее всего, займет больше рынок, потому что ее можно использовать везде, да, прямо на улице, то есть вы можете видеть некие приборы и ходить по нему где заходить. Это был калейдоскоп, он доказал, что виртуальность — это реально круто. Так что увидимся во всех реальностях. Субтитры сделал DimaTorzok